Ну что, я все-таки обращаюсь к вам за вопросом, потому что я уже готов задать последний вопрос. Уже все выходят потихоньку, мне кажется, что надо... Без каких завершений? У нас здесь есть вопрос? Есть вопрос? Пожалуйста. Люба, добрый вечер. Добрый. Я хотела бы узнать, вот как вы отдыхаете? О, отличный вопрос! Мне все время задают его в инстаграме. Как вы отдыхаете? И попутно еще вот, вы были недавно в Инстаграме, как вы сам отдыхаете? Позачем? Да, расскажите. Вот смотрите, я объясню, почему-то просто... Я вообще на самом деле надо пост написать на эту тему. Потому что всем почему-то кажется, что я отдыхаю. И главное, что я отдыхаю всегда. Так почему-то вот у меня в Инстаграме все выстраивается, что всем кажется, что я все время отдыхаю. Но я вам хочу сказать, что я и сейчас отдыхаю. И вчера, когда я была на репетиции, я отдыхала. И когда я бываю на съемочной площадке, я очень редко, когда работаю, работа для меня в основном вот, ну как бы заключается в превозможении себя невыносимом. В тот момент, когда я должна выучить огромный монолог за полчаса. Вот это работа. Когда ты сидишь и всеми возможными способами пытаешься сконцентрироваться. И ты сидишь переписывающий. Потом ты учишь через диктофон. Потом ты работаешь с партнером. Вот это настоящая работа. Это, наверное, единственное, что я в своей жизни могу назвать работой. Потому что все остальное, это ты приходишь к людям, которые очень рады тебя видеть. Тебе гременуют, наводят всякую красоту. Вокруг тебя люди, которые обожают свою работу. Ты являешься, ну как бы, не знаю, носителем бессмертия. Потому что так или иначе, даже если ты снимаешься в сериале, все равно у этого фильма, который будет иметь своих зрителей сейчас или иначе, но есть какая-то судьба в будущем тоже. Как говорил Пушкин, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. То есть ты все время имеешь отношение один на один. Ты с Богом находишься каждую секунду своей жизни. Это если ты на съемочной площадке. Хорошо, ты не на съемочной площадке, ты на репетиционной площадке. И у меня сейчас есть свой маленький театр. И вот как раз рассказ про Алексея Владимировича Поталова, по сути, логически должен был бы закончиться тем, что как раз тот год, когда он ушел от нас, у меня появился маленький театр, свое маленькое... Я его называю культурно-благотворительное пространство. И те, кто иногда читает мой инстаграм, знают о том, что у нас там происходит, хотя бы отдаленно. Это палаты 16 века, Петровской постройки, которые когда-то принадлежали роду Лобухиных, из рода которых была Дакия Лобухина, первая супруга Петра Первого, вторая, в честь которой назван город Екатеринбург, Екатерина Петровна. Логично, подожди опять. Так вот, и получается, что я сейчас еще и художественный руководитель, продюсер, режиссер и актриса в своем собственном пространстве. Мне нужно и думать о будущем, и о зарплате своим сотрудникам, даже не могу их назвать сотрудниками, своей команде. То есть я обо всем должна думать. И даже это не является для меня работой. Даже когда я кричу, чудовищно схватив какого-нибудь артиста, который там уже 18 раз не может сделать то, что я хочу, я не режиссер, мне надо от него добиться всех способов выразительности, которые мне доступны, даже я-то не работаю. Я не могу вам сказать, друзья мои, что такое работа. Потому что все, что я делаю, вот чаще всего в людей, все такие, хорошо вам отдохнуть. Но никто же не знает на самом деле, что мы в это время с Верой Полозковой сидели на жаре. Она с огромным животом, она носит третьего ребенка. И, значит, я к ней пристала, говорю, Вера, нет. Давай, мы поправим этот текст. Нам нужен этот текст, потому что такого текста мы еще не делали. И мы хотим действительно сделать очень красивую программу. У меня есть чудесный друг Петр Головацких, который вот работает у меня в спектакле «Последняя русская царица», как раз про Петра Первого. Вот он играет на инструменте маримбо. А он еще играет на сантуре. И вот я хочу, чтобы играл сантур. И мы читали текст Калила Джебрана «Пророк». И этот текст, я не знала просто, как к нему подступиться. Если кто-нибудь когда-нибудь читал этот текст, то все знают, что это один из самых сложных богословских текстов. И нам нужно было придумать, как заставить вас, дорогие мои зрители, не заснуть, пока в вас попадает вся эта красота и мудрость человеческая. И мы сидели вот так вот и думали. Я говорю, подожди, а если нам в это время поставить здесь вот человека, который в рупор будет на немецком языке говорить «Пошли все в газовые камеры». А при этом будет идти вот этот текст о том, что дети, ваши дети, это не ваши дети. Это только стрелы, которые вы пускаете в мир из своих рук. И это весь такой текст, весь повествовательно-философский, очень-очень глубокий и очень-очень красивый. Это такая суфийская мудрость, которая построена на том, что одна фраза, один тезис, потом повторяется так, потом вот так повторяется, потом еще вот так повторяется. Тоже все понятно, что дальше. Вот этого я ездила в Индию, потому что там вот этот восток, он, ну все же мы индоевропейцы в итоге, мы все оттуда пришли. И если кто-то был тут недалеко, у нас мы сейчас находимся в городе Екатеринбурге, но вот на Южном Урале есть город Магнитогорск. А недалеко от Магнитогорска есть Аркаим. И наверняка кто-то из вас там был. И вот этот Аркаим был вообще непонятно до сих пор никому, как он служил людям тогда. И как бы есть версии, что на самом деле эти самые индоевропейцы, которые шли из-за Индии, они использовали этот город древний, как постоялый двор. Есть одна из таких версий. То есть мы на самом деле ничего про себя не знаем, понимаете? А вы говорите работать. Ну что, главное получать удовольствие от жизни? Ну, я думаю, сегодня люди, посадители получили огромное удовольствие, потому что они встретились. Мне еще много чего есть вам рассказать, но вы ничего не спрашивайте, потому что, наверное, боитесь или стесняетесь, или устали. А уже времени нет, поэтому... Понятно. Момент упущен. Очень много, что хочется, видимо, осмыслить, да, оставшись там дома. На самом деле у меня есть мечта, которая связана непосредственно с городом Екатеринбургом, и она появилась сегодня. Я очень хочу в Ельцин-центр, вот прямо на эту сцену, да, привести свой спектакль. Мой спектакль про Петра Первого и его первую супругу, Евдокимова Бекина. Не в оскорбление, не в ущерб, и не в провокацию будет сказано, но это действительно... Екатеринбург. Ну да. Вот. Мне кажется, что это действительно... Мы этот спектакль играем у нас в палатах, мы его играем еще на киностудии «Лен Док» в Петербурге, мы хотим охватить географию игры этого спектакля, вот этой географии, мы хотим охватить всю страну, потому что мы хотим отвести этот спектакль во все Петровские места. Места, связанные с собой. Да, с Петром. Спасибо большое. Дорогие мои, я хочу сказать, что мы сегодня этим показом как бы открываем программу фильмов, которые сняли женщины-режиссеры, поэтому мы ждем вас 7 марта. Еще раз будет... приглашайте ваших друзей уже, потому что этот фильм будет показан во второй раз и представит его уже режиссер Антон Берешон, действительно, он доедет. У вас будет вопрос. Вот. После этого будет у нас встреча с Натальей Негодой. Мы увидим маленькую Веру, ну, просто Наталья Негода легендарная актриса этого фильма, и, может быть, там поговорим с ней о том, почему там дальше было так, а не эдак. Вот. И 8 марта смотрим еще две картины. Это «Простой карандаш», очень жесткая такая социальная драма, снятая Натальей Назаровой. И современная картина, которая, мне кажется, очень созвучна тому, что вы увидели сегодня. Это режиссер-дебютант Мария Агранович с фильмом «Люби их всех». Вы счастливцы, счастливцы. Вас ждет такой праздничный интерфейс. Я вас поздравляю, всех женщин поздравляю с наступающим праздником весны, всех мужчин поздравляю с тем, что можно целый день любить своих женщин с всеми возможными способами. Спасибо большое. А я еще добавлю, что фильм «Очень женская история» с 5 марта выходит в прокат, поэтому приходите к нам, приходите после завтра. Поэтому ждем вас в нашем зале всегда.